Всем привет! Недавно в своем инстаграм, в сториз я оставляла окошко для вопросов, куда попросила вас написать вопросы и темы для видеороликов на канал Всюдувлог, которые вас интересуют. И несколько человек у меня спросили, а как же вообще я переехала в Китай, почему на это решилась, где я тут работаю, и почему же до сих пор живу и работаю здесь и не возвращаюсь в Россию. И я поняла, что да, многие не знают вообще мою историю, и поэтому решилась на такое видео. Давайте знакомиться ближе. Погнали! С детства я ходила на танцы и выбрала себе это профессией, и работала в этой танцевальной и хореографической сфере в России, в Омске. И артисты балета в России – это все очень талантливые люди, и это все фанаты своего дела, потому что в России финансовая составляющая вообще незначительная. Грубо говоря, денег в такой профессии много не заработаешь. Я всегда знала, что можно работать в других странах по контрактам, по таким рабочим, танцовщикам уезжать на заработки. Но, честно говоря, внутренних комплексов было полным-полно, находила кучу отговорок, чтобы этого не делать. Было много страхов. А где же вообще искать такую работу? А как довериться какому-то агенту неизвестному и уехать в другую страну? И казалось, что вот нужно связи для этого какие-то, наверное, много сбережений нужно, чтобы вообще решиться на такие перемены в своей жизни. Но сейчас я понимаю, что это просто отговорки, и я просто боялась поменять свою жизнь. Ведь, с одной стороны, проще вот по накатанной жить и жить, ну, там, и периодически жаловаться на то, что у тебя что-то не получается, и ты живешь не той жизнью, которой хочется. Но это все лишь отговорки. Однажды нужно было просто взять и поменять свою жизнь. Самое главное для меня, наверное, и самое сложное, это было вот решиться на эти перемены. И сейчас я понимаю, что эти проблемы, они только были в моей голове. И вот однажды один знакомый, который был хореографом, он набирал артистов и отправлял в Китай. То есть выступал хореографом и агентом. И вот тут мы поняли, что да, все, пора менять свою жизнь. Тем более, типа, знакомый, и поэтому вроде не так страшно на это решиться. На самом деле, потом уже и с этим знакомым ничего не вышло. Мы очень долго ждали, пока состоится эта поездка. Но мысль о поездке уже плотно заселилась в моей голове, и отступать я уже не хотела. Больше никаких знакомых в этой сфере у меня не было. Я стала сама искать каких-то агентов, которые набирают артистов на вот такие вакансии в другие страны. На Фейсбуке, ВКонтакте, группы какие-то стала искать. При этом я искала работу не в клубах, не ночную, потому что мне этого не хотелось. Стали натыкаться на агентов, связывались с ними, и не все отвечали. В итоге один агент, девушка, ответила. Мы отправили ей свою промо, она нас одобрила и сказала через полторы недели уже быть в Китае на рабочем месте. Кто не знает, на таких контрактах обычно предоставляют жилье, чаще всего питание, либо деньги на питание. Оплачивают перелеты, делают визу, то есть все за счет работодателя. В общем, от нас требовалось только присутствие, можно сказать. Контракт у нас был на 4-5 шоу в день, работа в парке, город Ханчжоу. Ну и вообще, когда мне контракт прислали, я очень внимательно и досконально каждый пункт изучила. В итоге, когда мы прилетели уже в Китай, оказалось, что это не Ханчжоу, это 150 километров от Ханчжоу, небольшой город. Это не парк, это театр. И шоу не 4, а там 2 что ли, ну это плюс оказался в итоге для нас. Мы заселили в комнату общежития, очень грязную, немытую. В общем, первое впечатление, когда мы прилетели в Китай, было страшно, потому что мы уже поняли, что в контракте много ошибок, обмана. Стало страшно, неприятно и вообще непонятно, что будет дальше. Мы связывались с агентом, она не всегда отвечала, не всегда была на связи. Оказалось, что эта девушка, это не агент, а посредник агента вообще вот этой агентской компании. Мы ее и в глаза ни разу не видели, ни агента, ни посредника, с нами не было никого. Зато впечатления от самого театра были нереальны, потому что такой сцены я вообще нигде и в России не видела. Она была большая, огромная, стойка экранов, спецэффектов, вода там, бассейн. Круто на самом деле. Кстати, о самом шоу, о вот этом мы рассказывали в отдельном ролике, можете вот здесь посмотреть по подсказке, я прикреплю. Для меня реально крутое шоу, мне нравится. Первое время было страшно и тревожно, потому что ты чувствовал себя в чужой стране, а вдруг что случится, а что тогда делать. И приехали-то мы почти без финансовых накоплений, они были, но они не обеспечивали чувство безопасности в чужой стране. Это чувство страха еще было вызвано тем, что первое время на работе там агент устраивал забастовки, чтобы нам платили зарплату, потому что, видимо, ее не хотели вовремя платить. Говорили о том, что слухи ходили, о том, что театр закроется, потому что очень мало зрителей. Потом еще первый месяц у нас забрали паспорт для того, чтобы сделать визу, а мы не знали, что так должно быть, тоже хотели, переживали. Не было сим-карты, вот из-за того, что паспорт забрали, не было банковских карт, то есть ты без рук, без ног, без интернета. Это вот от чувства тревоги, но в то же время кайфовало от чувства, что моя жизнь изменилась. Это новый город, это новые красивые места, вообще природой наслаждалась, горы, это все приносило мне удовольствие. При этом контракт мы заключали на полгода. На случай, если нам не понравится такой ритм жизни, мы заработаем немного денег и вернемся в Россию. Либо был второй вариант продлевать контракт и работать еще в Китае. И поэтому из-за того, что проходило несколько месяцев, и я не знала, хочу я оставаться еще или уезжать домой, было вот такое чувство непостоянности, оно тоже приносило дискомфорт и не давало расслабиться. В итоге в последний месяц нашего контракта, это январь 2020 года, театр прерывает сотрудничество с нашим агентом досрочно. Наш агент хочет отправить нас в другой город работать и потом через несколько дней купить билеты в Россию. А мы уже начинаем решать, что все, мы хотим остаться в этом театре работать и вообще хотим еще жить в Китае. Мы связываемся с другим агентом, который теперь будет работать в театре. Это вызывает недопонимание с нашим агентом. Она у нас удерживает зарплату за 10 дней. Мы эти деньги в итоге теряем. Был очень сложный, напряженный месяц для нас. В этом же месяце у нас театр устраивает технические выходные. Это проверка сцены, там очень сложная конструкция сцены, поэтому они там закрываются на такие технические каникулы. Идет усиленная подготовка к китайскому Новому году, потому что это великие праздники в Китае. Мы должны выйти на работу 23-го числа на репетицию и 24-го должны начаться праздничные шоу. Мы выходим 23-го на работу, репетируем, приходим домой и нам сообщает наш новый агент о том, что работа остановлена, вводится масочный режим, покидать город нельзя и желательно вообще из дома не выходить. Вот так начался карантин. Это январь 2020 года. На тот момент коронавирус еще не вышел за пределы Китая. И в России об этом вообще еще ничего, можно сказать, не знали. И мы не могли понять, насколько это все серьезно. Такого никогда еще раньше не было. И мы, соответственно, не знали, насколько долго это затянется. И менеджер наш новый говорил о том, что, ну, может, неделю посидим, может, больше. Мы не знаем. Это все на неопределенный срок. Был период, когда нам нельзя было выходить полностью из дома. И даже агент, вот наш менеджер-помощник, ходил нам в магазин за продуктами. Мы добросовестно отсидели карантин и действительно никуда не выходили из дома. Так мы просидели до июня 2020 года. Это достаточно большой срок. За этот период у нас было много тоже споров с агентом. О выплате зарплаты самый главный вопрос. Но в итоге за весь этот период нам платили 50% от зарплаты. И на самом деле это достаточно неплохой результат, потому что я знаю, что многие артисты вот за границей, ну, в Китае, они остались и без зарплаты некоторые. Некоторые без квартиры, без жилья. Ну, кому-то платили суточные, но это тоже небольшие деньги. Потом летом мы работали в разных аквапарках, в разных городах, потому что театр все еще не открывался. А в сентябре мы приехали к открытию театра, но с нашим агентом снова театр отказывался сотрудничать. Мы связались с новым агентом. И вот, наконец-то, через год началась нормальная, спокойная жизнь, потому что с агентом устаканилась ситуация и появились хорошие условия работы. Мы привыкли к новой стране, мы уже там финансово более устойчивые стали. И какое-то чувство безопасности появилось, что если вдруг что-то с нами случится, то мы сможем преодолеть эти трудности. В общем, уверенность в себе и в сегодняшнем дне, и в завтрашнем дне стала выше. Я сейчас не мыслю контрактами, что вот закончится мой контракт и поеду домой. Нет, я скорее просто живу, наслаждаюсь. Ну, закончится, возможно, буду искать новый, возможно, этот буду продлевать. И как-то здесь выкручиваться и жить. Пока что я живу здесь, мне здесь нравится, я себя здесь чувствую стабильно, уверенно, спокойно, потому что я вижу в России, как, например, государство справляется с коронавирусом. Для меня, как для артиста, это страшно, потому что в своей профессии в России я бы во время карантина осталась вообще без зарплаты. И шанс заразиться этой болезнью выше в России, чем здесь в Китае. Я очень люблю свою профессию, но в России, к сожалению, на данный период времени я не хочу жить на такую зарплату. Но самое главное, помимо работы у меня в России ничего не было. Она занимала все мое время. Сейчас у меня, да, легкая, несложная работа, но у меня много свободного времени, которое я могу посвятить себе, я могу в чем-то новом развиваться, учиться чему-то новому, путешествовать, развиваться, наслаждаться жизнью и вообще много чем заниматься другим. У меня появилась какая-то свобода, что ли. В общем, сейчас я стремлюсь как человек к свободе внутренней и внешней, ну и в том числе финансовой. Единственное, мне здесь, конечно, не хватает моей семьи, моих родных, близких, моих друзей, которым большое спасибо за то, что они поддерживают и понимают все мои решения. За это им большое спасибо. Ну и видеосвязи спасибо, что это хоть как-то исправляет ситуацию. Большое спасибо всем за просмотр. Вот так однажды я перевернула полностью свою жизнь. Взяла и решилась, хотя очень боялась перемен. Возможно, просто необходимо взять и изменить свою жизнь. Может быть, и вы попробуете. Если вам было интересно, не забудьте поставить лайк и подписаться. Мне будет очень приятно. До встречи через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok